Это улица Осиновская в поселке Залесный. Она растянулась на несколько километров, но освещает ее лишь один фонарь. Через мой тумблер, через мой автомат освещается наша улица, наш магазин. Это я сейчас буду включить в данный момент. Это у меня на улице, которая горит. Вот я сейчас включу. Директор местного магазина Рифат Бекмаев больше не верит в светлое будущее. Фонарный стоп он установил за свой счет. Но этот, единственный луч света, не способен осветить все темное царство. По словам местных жителей, из-за отсутствия освещения на их улице произошло несколько несчастных случаев. Вся улица Осиновская не освещается. Но там вот переход, это нужно, там нужно освещенность ставить. Вчера только женщину сшибли там. Две недели на нас мужчину сшибли. На Осиновской нет не только света, отсутствуют и тротуары. Поэтому проезжую часть автомобилистам и пешеходам часто приходится делить. Во тьме это превращается в игру на выживание. Местные жители по поселку Залесный передвигаются двумя способами. Либо вдоль центральной улицы, где есть хоть какой-то свет от проезжающих мимо машин, но зато очень опасно. Либо под таким вот тротуаром, который тротуарами ты в общем-то не назовешь. Повсюду непролазная грязь и непроглядная темень. Спасает только мобильный телефон и фонарик. В муниципальном предприятии «Казань-Горсвет» о проблеме жителей Залесного знают в такой же ситуации еще десятки поселков. На освещение пригорода в бюджете заложено всего 5 миллионов рублей. Но этих денег на все не хватает. Для решения наиболее острых вопросов по освещению поселков необходимо установить порядка 7600 светильников и смонтировать 350 километров сетей с установкой 100 шкафов управления. На что по предварительным данным требуется порядка 202 миллионов рублей. Рустам Абдухаков попросил руководство города и республики поддержать предприятие и найти возможность выделить дополнительные средства на освещение улиц столицы республики. Пока вопрос остается открытым. Вот и жители поселка Залесный освещают себе путь каждый как может. Ленар Менгадзов, Айгуль Незамуддинова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.